Парад созидателей – традиционное завершение муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса, который проводится по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом». В этом году сотни саровских школьников писали сочинения о созидателях атомной отрасли и атомного ледокольного флота, а также о вкладах членов своей семьи, работающих в Урфиацмнеев. Для чего это нужно? Чтобы мы поблагодарили тех, кто создавал ядерный щит России, кто строил наш город, отдали дань уважения этим людям. Во-вторых, для того, чтобы мы поблагодарили тех, кто и сегодня трудится на благо укрепления обороноспособности нашей страны, развития фундаментальных исследований гражданской продукции. 2000 саровских школьников приняли участие в конкурсе «Слава Созидателям». Из 122 сочинений жюри выбрало 32 лучших. На торжественное награждение пригласили победителей и героев работ. Группа поддержки из числа учащихся, педагогов, родителей, ветеранов и гостей. Ученица 14-й школы Виктория Аладина третий год участвует в конкурсе. В этом году она написала о заслугах своего дедушки и стала призером. Я рассказывала о своем дедушке, о том, как он приехал в город, какую деятельность он вел, с чего начинал и как все происходило. Самое главное, что дети услышали подлинные истории своих знакомых, родных, наших земляков и смогли рассказать об этом большому количеству людей. Дедушка Виктории проработал в ядерном центре 43 года и внес большой вклад в развитие города и атомной отрасли. С первого дня моего пребывания и до ухода на пенсию был в воспитательном подразделении, прошел путь от инженера до начальника отделения испытательного. На моем счету более 50 испытаний на полигольных, на различных. Так что я все это и рассказал. Как приехал город, какой был город. Это было удивительно новое. Программу награждения украсили творческие номера лучших артистов города. Социально-исторический проект «Слава Созидателям» ежегодно становится ярче и масштабнее. Он объединяет школьников всех городов присутствия госкорпорации «Росатом». Благодаря конкурсу создается живая история развития атомной отрасли. Мы надеемся, что конкурс сохранит свои позиции, что он будет продолжаться дальше. И лучшие из лучших будут, как всегда, принимать участие и отдавать дань, прежде всего, уважения и благодарности тем людям, которые создавали этот город и нашу отрасль, и вообще благодаря которым мы живем в этом городе. После награждения юные саровчане дали старт новому учебному году, пронесли школьные звонки и завершили программу парада. Работы победителей конкурса отправятся на федеральный этап, где жюри до конца декабря определит лучших из лучших. Дарья Козина, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.